Детское радио представляет И чтоб мирно нам существовать Нужно больше друг о друге знать Нужно больше друг о друге знать Жили-были три поросенка Ну, вы, конечно, знаете эту сказку Но все дело в том, что один из них Привет-привет! О, вы только посмотрите, вот и он Только поросенок так вырос, Что стал, извините, настоящей свиньей За что же тут извиняться? Просто о свинье часто говорят неуважительно Ведет себя по-свински Или грязный, как свинья И это несправедливо А сравнивают нас с людьми Потому что люди и свиньи похожи Внешне, конечно, свинья Совсем не похожи на человека Вместо носа пятачок На ногах копыта Но по другим признакам Например, по составу крови Свиньи очень схожи с людьми Они болеют общими с нами болезнями И лечить их можно теми же лекарствами Что и людей Да и по своему интеллекту Свинья занимает четвертое место После человека, дельфина и обезьяны Мы, свиньи, одни из первых животных Которых человек сделал домашними Значит, мы очень полезные животные Свинья дает человеку очень много Мясо, кожу, сало и щетину При этом сама она Очень неприхотливое животное Живет там, где предложит Ест все, чем угостят Вот почему из Евразии и Африки Свинья перекочевала вслед за человеком На остальные континенты Да, я не привереда Картошка, морковка, свекла, грибы и желуди Вот моя еда Сделайте мне салат из крапивы Одуванчиков и клевера Буду очень рад А заходите меня побаловать чуть-чуть То предложите рыбу, раков и садовых улиток А еще я с удовольствием съем то, что вы сами не доели Вот так Если места у свиней достаточно Они ведут себя аккуратно Живут в чистоте А что касается грязи Свиньи любят в ней валяться Но только тогда, когда они лишены чистой воды для купания Когда я в грязи катаюсь, я от мушек избавляюсь Попробуйте-ка терпеть укусы всяких там паразитов Да, свиньи часто валяются в грязи в жаркую погоду Потому что это единственный способ охлаждения Так что не думайте, что я грязную Если бы рядом было озеро, с радостью бы в нем искупался Я ведь и плавать умею, и даже загорать Свиньи единственные животные, способные загорать как человек Поэтому они не прочь поваляться на солнышке Но только в отличие от вас Мне не грозит солнечный жук Ведь я толстокожее животное Толстокожесть роднит свинью с ее дальним родственником Бегемотом Свинье даже не страшен укус змеи В толстом подкожном слое жира мало кровеносных сосудов Поэтому у яда почти нет шансов попасть в кровь Вот как хорошо иметь толстую кожу Хоть мы и толстокожие, зато очень чуткие Носом чуем, что где лежит Я часами могу рыть землю и разыщу все самое вкусное Как бы глубоко оно не было спрятано Такое чутье сделало свиней лучшими искателями трюфелей Эти подземные грибы во всем мире считаются очень дорогим деликатесом Свиньи находят трюфели даже на глубине 6 метров Да что трюфели! Я могу и дичь в лесу выследить И даже найти след преступника Вот такое у меня обаяние, то есть обоняние Обоняние свиньи издавна использовалось человеком Раньше свиньи заменяли охотничьих собак Сейчас они работают на таможне Если кто-то везет запрещенные вещи Свинья-таможенник их найдет не хуже настоящей собаки-ищейки А если зимой пропал человек Свинья раскопает его даже под толстым слоем снега Не буду скромничать, напомню о себе еще кое-что важное В древности нас почитали как священных животных И до сих пор раз в 12 лет мне, свинье, посвящен целый год Человек так ценит меня, что доверяет мне самое дорогое Традиция складывать монетки в глиняные свиньи-копилки Идет из средневековой Англии Уже несколько столетий свинья-копилка является символом благополучия Вот какие мы, свиньи Наше общество приятно и изысканно Мои карликовые родичи, мини-пиги Живут в квартирах, как домашние любимцы Их выводят на прогулку в дорогих дизайнерских нарядах Есть у меня, конечно, и невоспитанные Дикие родственники, всякие там кабаны Но мы с ними не общаемся категорически А еще есть свиньи морские Но это уже совсем другая история Ой!